Власти Китая намерены противостоять бесконтрольной инфляции. Премьер-министр страны Виндзибау выступил за дальнейшее ужесточение монетарной политики. Российский бизнес в Ливии. Какие проекты реализуют там наши компании, сколько могут потерять из-за беспорядков. И дорогая нефть нам в помощь. Дефицит бюджета России в этом году может быть меньше 2% ВВП. Однако без заимствований все равно пока не обойтись, уверен министр финансов Алексей Кудрин. Так, это программа Курс дня. Подведем экономические итоги в ближайшие 20 минут. Ну и начнем с валютного рынка, чтобы посмотреть, как сегодня проходила валютная сессия. Ну вот вы видите, прежде всего судьба американского доллара нас интересует. Снижался он к основным валютам. Прежде всего выделяется рост европейских валют, британского фунта и евро против доллара. Вот сейчас швейцарский франк несколько снижается. Если говорить о таких экономических центрах, в которых сегодня было что-то интересное, это и статистика Соединенных Штатов, и по-прежнему сырьевое сектор. Ну, здесь проблемы вокруг Северной Африки и стран, которые сейчас испытывают такие политико-социальные проблемы. Ну и, конечно, Китай. Обо всем по порядку. Со мной в студии экономический обозреватель Григорий Беглариан. Гриша, добрый вечер. Добрый вечер. Я бы начал, наверное, с американского рынка, ну, с американской статистики индекса доллара, наверное. Ну, да, это было, мы показывали соотношение мировых валют по отношению к доллару. Сейчас можно посмотреть на индекс доллара. Это корзина доллара по отношению к основным шести мировым валютам. Туда входят и евро, и канадский доллар, и японский иена. Всего шесть валют. Индекс очень важен с точки зрения общей тенденции американской валюты. Сегодня индекс падал более чем на полпроцента и доходил до минимальных показателей за три с половиной месяца. Здесь все логично. Причем, американский доллар сейчас снижается. Вот если брать движение по индексу, он достиг достаточно важных уровней, на которые обращают внимание крупнейшие валютные дилеры. И это очень важно, потому что если индекс уходит к определенному уровню, проходит его ниже, это очень негативно. Например, если индекс уходит на полтора процента ниже, значит, крупные фонды, валютные банки будут продавать доллар, и он будет падать сильнее. Ну, соответственно, если удерживает позиции, то вроде как худшее позади. Ну, почему доллар под давлением? Здесь можно обосновать, цены на нефть растут, цены на сырье в целом тоже растут, нестабильность, рост инфляционных ожиданий по всему миру. Ну, а американские монетарные власти уверенно заявляют, что никакие цены на нефть не повредят американской экономике, никакие катаклизмы на Ближнем Востоке пока не повод для того, чтобы начать задумываться об ужесточении денежно-кредитной политики. И это для участников рынка является такой некой идеей или уверенностью даже, что остальные регионы, вернее, монетарные власти в Европе, в Южной Америке, в Азии повышают проценты ставки. То есть деньги у них становятся дороже и привлекательнее для вложения их депозит на активы. А вот в Америке все по-иному, деньги дешевые. Поэтому вот на этой идее доллар американские, в принципе, и продавали. Вот сегодня выходили очень мощные данные по американской экономике. Данные действительно очень важны. Они показывают, что промышленный бум в Америке продолжается. Это индекс деловой активности, который рассчитывают менеджеры по закупкам в Чикаго. Сюда включается американский автопром. Ну, бум продолжается. Это максимальные цифры по итогам последнего месяца с 1988 года. Ну, 23-летний максимум. То есть бурлит экономика, стимулирующие меры помогают и все ждут. Ну, как же так? Экономика растет, а проценты ставки остаются низкими. И у всех в душе недоумение. А вдруг инфляция в Америке выйдет из-под контроля? Вдруг инфляционные ожидания начнут расти? И американские центральные банки не успеют с этим справиться? Вот все эти сомнения в совокупности, они, конечно, и приводят к давлению на доллар. Хотя, с другой стороны, нестабильность на Ближнем Востоке ближе все-таки к европейской истории. Европейский регион ближе к Ближнему Востоку. Рост на нефть гораздо сильнее бьет по еврозоне и по азиатскому регионе. Поэтому такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, доллар продают на идеи, о которых я только что говорил. А по факту получается, что устойчивость американская финансовая система, а значит и доллара, в свете всех этих событий, остается более прочной, нежели у других. Сегодня было приковано внимание инвесторов к некоторым фразам, которые были произнесены главой Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли. Но мы уже об этом говорили, о некоторых его высказываниях. Просто поскольку одно из таких важнейших региональных подразделений ФРС, вот именно Федеральный резервный банк Нью-Йорка, наверное, стоит обращать внимание. И вот люди, возглавляющие именно Федеральный резервный банк Нью-Йорка, всегда считались важными такими определяющими экономистами, авторитетными. Вот он говорит, что пока не стоит отменять стимулирующую монетарную политику ФРС. Ну, это как раз о чем я и говорил, что вроде как все по факту говорит о росте инфляционных ожиданий, ну, прежде всего, среди американских инвесторов, которые работают на внутреннем рынке. Но вот мы видим, что монетарные чиновники не спешат менять свою риторику на более жесткую, вот как это делают сейчас европейские чиновники. И для рынка все понятно. Американские монетаристы будут пытаться удерживать как можно дольше на любую процентную ставку. Вот если мы сравним стоимость денег в американских долларах и в европейской валюте, тоже можно понять, почему американский доллар под большим давлением, нежели, например, евро. Вот ставки в долларах сроком на три месяца, по которым банки одалживают деньги друг другу, падают. В европейской валюте на тот же срок деньги дорожают. Ну, соответственно, что это означает для людей? Ну, предположим, если берем межбанковские ставки в евро, предположим, если вы кладете на депозиты в европейской валюте, с учетом роста вот этих ставок на межбанковском рынке, ваш депозит просто будет дороже. Поэтому привлекательность вложений в евро в данном случае, она, наверное, обоснована. В долларах менее обоснована. Ну, а дальше все решают риски. Если риски будут перевешивать вот эти такие технические моменты, то есть банальное увеличение своего дохода за счет удорожания стоимости процентов, которые выплачиваются в той или иной валюте, конечно, доллар опять будет сильным. Но вот завтра все решится. Завтра выступает глава Федрезерва Бен Бернанки, он полугодовой отчет проводит перед Конгрессом. И завтра, возможно, мы уже окончательно поймем, какая же все-таки тенденция с точки зрения денежно-кредитной политики в идеях, в головах американских монетаристов. Ну, еще немного о рисках, о которых ты уже говорил. Прежде всего, наверное, для еврозоны. С одной стороны, они вроде бы уже, как бы что называется, в рынке. И все это имеют в виду, когда совершают какие-то действия на рынке. Но, тем не менее, инфляция в еврозоне, то есть потребительские цены, которые сегодня выходили, они, в принципе, показывают степень этих рисков в европейской экономике. Если же смотреть на потребительские цены в таком страновом разрезе, то есть по отдельным государствам, тут, наверное, можно на что-то обращать внимание. Во-первых, что происходит в сильных, в таких мощных экономиках Европы, прежде всего в Германии. И что происходит и в периферийных странах, и в странах Восточной Европы, которые потенциально считаются действительно какими-то слабыми звеньями в Европе. Да, ну и, естественно, нужно смотреть на цены. Это, конечно, месячные показатели, если год к году смотреть более интересные вещи. Это вот динамика потребительских цен еврозона по компонентам, если обращать внимание. Ну, есть направления, по которым действительно серьезный скачок цен. Табак, алкоголь, транспорт и связь. Вот жилье. Надо сказать, что пока продукты не так бурно росли, даже немного снижались месяц к месяцу. Но они до этого очень бурно росли, несколько месяцев подряд, поэтому, в принципе, тут логично. Ну, эти цифры выходят в каждый месяц. Главное, что мы слышали от монетарных чиновников Еврозоны, их намерение начать повышать проценты ставки для того, чтобы предотвратить рост инфляционных ожиданий. Так сказать, превентивные меры. Вот это тоже риски, если мы говорим о европейской валюте, потому что повышать ставки достаточно рискованно, потому что устойчивость системы финансовой в других ненадежных странах Еврозоны, таких как Южная Европа или Ирландия, высока. Ну, и ирландская история, я имею в виду выборы, которые прошли в минувшие выходные в Ирландии, они тоже как-то сейчас меняют общую конъюнктуру, создают дополнительные риски с точки зрения того, что у страны Ирландии при новом режиме, новом правительстве, возможно, захочет как-то изменить условия соглашения с Евросоюзом или с МВФ. Нет, то, что они победят, было ожидаемым. Ну, это была разгромная победа лейбористов. Победа с 20% результатом, конечно, это неожиданность, потому что лейбористы, они больше близки к социалистическим взглядам, и они очень жестко относятся ко всяким поборам с ирландского населения. Во время теледебатов много интересного говорили ирландские политики, вот, например, Энде Кенни, вот было заявление такое, что, в принципе, вот та сделка, которую Ирландия совершила с ЕС, это очень серьезная оплошность, это вообще неподъемный уровень налогоблажения, как вот говорят ирландские политики, что получается, что фактически Ирландия живет для банков, и существуем в очень сложных условиях. Вот к этому привела фактически предыдущая партия, понятно, такие политические лозунги, но дальше звучит важная мысль, вот это соглашение с ЕС и МВФ, оно не будет работать, а держатели облигации должны участвовать в сделке, и условия предоставления помощи должны быть пересмотрены, то есть идет речь не о том, что они могут быть пересмотрены, а, в принципе, видимо, будут ставить этот вопрос, ну, если будут верны своим политическим обещаниям, а это вот несколько нарушает вот эту стабильность, такую шатку, во всяком случае, вот в этом европейском регионе. Ну, тут, конечно, очень важно, что выборы в Ирландии прошли, потому что первая страна, где правящая партия бывшая, которая, в общем-то, была у власти, когда случился кризис, и рухнула банковская система, ухудшила жизнь населения, вот первая страна, Ирландия, где правящая партия потерпела поражение, никто не сомневается, что когда будут проходить выборы в Португалии, в Испании, в других регионах, там то же самое будет, в Португалии больше опасности, там явно сметут социал-демократов, и в Испании есть опасность. Но здесь в чем нюанс? Дело в том, что в марте любой ценой Евросоюз во главе с Германией должен согласовать так называемый пакт конкурентоспособности, и с ним должны согласиться все страны без исключения, иначе пакта не будет. Значит, пакта не будет, помощь Германия оказывать не будет. Об этом однозначно сегодня заявили ключевые министры в немецком правительстве. Так что март месяц важнейший месяц с точки зрения будущего единой европейской валюты, потому что без заключения пакта о конкурентоспособности теряют смысл все эти саммиты, которые будут проходить в Евросоюзе в марте, начиная с 11 марта, и потом второй саммит в конце марта, 24 числа. Поэтому очень важный месяц, очень важные события, и не надо игнорировать вот такие события политического характера, какие мы видели в Ирландии. Но это цены на нефть, они растут, они бьют по настроению крупных инвесторов, они бьют по ожиданиям потребителей, и они тоже провоцируют нестабильность, нестабильность с точки зрения инфляционных ожиданий, в первую очередь в том же европейском регионе. Ты сам понимаешь, почему европейские монетарные власти боятся роста инфляционных ожиданий, потому что тогда потребители будут требовать повышения зарплаты. Профсоюзы в Евросоюзе сильны, как никогда, поэтому они будут требовать повышения оплаты труда, это неминумно вызовет рост инфляции уже по факту. Поэтому вот рост цен на нефть, он влияет на такие регионы, как Европа. Это факт, может быть, на Америку он и не является, этот процесс роста на нефть, Но все-таки процесс опасен, потому что свыше 100 долларов стоимость нефти на текущий момент при не очень устойчивом положении мировой экономики все-таки достаточно опасный момент. Одни говорят, что стоимость нефти не столь высока, другие говорят, что нефть уже сейчас может действительно ударить по мировой экономике. Кто прав, покажет время. В принципе, наверное, если цены на нефть будут расти и дальше, мы поймем через 5-6 месяцев, кто был прав на самом деле.